Парковочные пространства будут работать с 8 утра до 8 вечера. Стоянка на Красной площади и ЖД-вокзале обойдется автолюбителям недешево – 100 рублей час. В других зонах – 30 рублей. Первые 15 минут, а на привокзальной и красной площадях – 30, парковка бесплатная. Рассчитаться можно будет через банкомат, сайт курских парковок и мобильное приложение. В выходные и праздничные дни плата не взимается. Оплату можно производить не обязательно в момент осуществления парковки, а до конца текущих суток, то есть до 24.00. Вдруг кто-то забыл, телефон не смог это сделать. Сбор информации по транспортным средствам, которые находились на парковках, чтобы определить, кто оплатил, кто не оплатил, осуществляется после 24 часов. Для некоторых льготников парковки будут бесплатными. Это инвалиды 1-й и 2-й группы, ветераны Великой Отечественной, узники фашистских лагерей, многодетные, участники СВО и члены их семей, почетные доноры. Документы необходимо подать в городской комитет дорожного хозяйства заблаговременно. Платные парковки – одна из составляющих транспортной реформы. Городские власти рассчитывают, что они значительно разгрузят улицы областного центра. Однако многие автолюбители не собираются менять личный транспорт на общественный. Допустим, как отец двоих детей, ну, не могу сказать, что прямо вот под горочку, там, дойти до транспорта нужно с ними, еще один маленький, другой чуть постарше, все равно это нужно тянуть, вот, то есть преодолеть это расстояние, потом сесть в автобус и опять куда-то дойти. То есть, все равно личный транспорт, он выигрывает в удобстве, по крайней мере, для передвижения по городу с детьми, вот. А так, в принципе, по такому времени года можно и пешком пройтись. Штраф за неоплату парковок составит тысячу рублей. Ирина Валерьева, Максим Леонов, События дня.